За период 10 месяцев у нас на дорогах Республики произошло сокращение на 11% по количеству дорожных происшествий. В сухих цифрах это 559 дорожных происшествий в этом году против 130 в прошлом году. Погибло у нас за этот период времени 92 человека, в прошлом году было 101, это около 9% идет на снижение по количеству погибших. Ну и по количеству раненых у нас 791 в этом году, в этот период времени и 933 было в прошлом году. Ни для кого не секрет, что контролировать состояние аварийности, это наша основная задача после автоинспекции. Мы проводим определенный анализ и существуют методики, разработанные научными и сельскими институтами. Методики анализа состояния аварийности на определенной территории. То есть мы накладываем на места, где происходит основное количество дорожных происшествий, определяем эти места, определяем временные показатели, определяем показатели даже по составу лиц, кто попадал в дорожные происшествия. И если по определенным параметрам данное место попадается под очаг аварийности, на этом участке производится усиленное нанесение службы. Работает 20 камер в данный момент. Я могу сказать, что уже с 23-го года письма счастья уже побежали к нашим нарушителям. И отдать должное, что вы правильно сказали, что зато в период времени, пока камеры не работали, немножечко у нас подраслабились наши участники дорожного движения. В дальнейшем, в дальнейшем, в перспективе, мы наращивать составляющую это будем. Мы, со своей стороны, направили перечень мест, где необходима установка, опять же, исходя из анализа аварийности, где-то 3-го или 2-го сентября, где-то 3-го времени, 4-го, не помню. Прямо здесь, я даже помогу с автоинспекцией, на пешеходном переходе, то есть светофор горит, красный свет, идет бабушка, скорее всего, с внучкой. Может быть, класс 3-й, 4-й от силы максимум, потому что большие белые банты, то есть это все праздничное все. И загорелся красный, внучка встала, бабушка ее и тянет ее через пешеходный переход, внучка наоборот ей что-то пытается доказать. Бабушка так уверена в своей правоте, пришлось мне остановиться, пообщаться с этой женщиной, но все-таки. Ну, где-то, может быть, понимание было, а может, где-то и не было, но и такие случаи бывают довольно-таки часто. Вот если, может быть, через вас обратимся к нашему, всего работы 2 эвакуатора на территории республики, это недостаточно для такой территории. Как минимум должно быть 6-7 эвакуаторов, которые могли бы, так сказать, обеспечить выполнение требований, подписывающих знаками дорожного движения, запрещение парковок. Вот. Ну, опять разговаривая с МС Владикавказа, они планируют, если, по-моему, у четырех автомобилей. Меня больше всего всегда удивлял не только у нас здесь на территории, но и в предыдущем месте службы, что все-таки народ у нас как-то, ну, уже не знаю, как еще ужесточать, насколько можно ужесточать. Все равно продолжают, как бы, такие, ну, не очень положительные проявления героизма, я считаю, с этими сторонами, которые стоят за рулем тренирового состояния. Тем самым, подвергая опасности себя, так мало того себя, он подвергает опасности совершенно незнакомых людей, которые его не знают совершенно. Это очень проблематично. У нас здесь, учитывая наш менталитет, довольно-таки существует такая проблема. Существует такая проблема, может быть, я еще не все досконально еще изучил, но почему-то реакция сторонних граждан на то, что какого-то нерадивого водителя остановили и привлекают к ответственности, очень неадекватна почему-то. Люди приходят и становятся на сторону нарушителя, как бы, видя сотрудники полиции, человек, который вроде запрещает что-то, хотя нарушений со стороны нашей нету, все законно, все четко, и бывают такие ситуации сложные. А Кавказ, кровь горячая, проблема, она имеет место и очень острая. Я с ней столкнулся, я с ней столкнулся здесь, посмотрел. 3-го числа делегация Министерства внутренних дел Северной Осетии выезжала на территорию Южной Осетии. Там было проведено совместное совещание с представителями Министерства Южной Осетии, на котором было принято определенное решение, соглашение между двумя ведомствами республик. Была, состоялась встреча с резидентом Южной Осетии. На данном, после совещания, были организованы рабочие встречи по направлениям деятельности. В том числе я сам встречался с руководителем госавтоинспекции Южной Осетии. Южная Осетия эта проблема возникает, они это прекрасно понимают, и мы ее понимаем. Что могу сказать, вот сейчас, что делается сейчас. Мы подготовили, точнее, к нам поступил запрос с департаментом Министерства внутренних дел о необходимости предоставления информации о количестве нарушений, допущенных участниками дорожного движения, которые управляют транспортными средствами Южно-Остетийскими номерами. Мы эту информацию предоставили. Была направлена информация, сколько автомобилей было задержано и помещено на стоянку совместной работы с таможней. Если кого-то цифра интересует, я могу это тоже озвучить. Значит, на уровне проекта сейчас решается вопрос об интеграции информационной базы Южной Осетии в информационную базу. Я так думаю, что будет решаться вопрос о базу нашей Российской Федерации. Ну, это в идеале, конечно. Продолжение следует...